Зарабатывать в стране станет сложнее. О приоритетах финансовой политики на три года вперед депутатам Госдумы подробно рассказал глава Минфина Антон Силуанов. А вот бюджет Янинского округа на 2017 год сохранил социальную направленность. Об этом глава региона Игорь Кошин заявил в ходе прямой линии, которая сегодня прошла в эфире радио Нарьинмар-ФМ. С главными событиями этого дня с вами в студии Елена Семеновичева. Госдума обсудила с правительством основные направления бюджетной, налоговой и таможенной политики на ближайшие три года. Правительство собирается внести в Госдуму бюджет на 2017-2019 годы до конца октября. В Нижней Палате парламента обещали, что без серьезного обсуждения основной финансовый документ не пропустят. Чтобы парламент реально проконтролировал работу над бюджетом, решено собрать рекомендации для Кабмина на таких парламентских слушаниях. О приоритетах финансовой политики страны на три года вперед депутатам подробно рассказал глава Минфина Антон Силуанов. Зарабатывать в стране станет сложнее. Так, до 2019 года количество граждан трудоспособного возраста в России сократится на 2,3 миллиона человек. Однако в бюджете удалось прописать выполнение социальных обязательств в полном объеме. Другой приоритет – снижать зависимость бюджета от внешнеэкономической конъюнктуры. Для этого в Кабмине будут создавать условия для снижения процентных ставок по кредитам, а также инфляции. Не менее важна и незыблемость налоговой нагрузки, даже несмотря на сложности с доходами. Как отметил министр, с помощью налоговой политики правительство будет создавать стимулы для бизнеса. Так, до 2021 года продлевается упрощенный порядок налогообложения для малого бизнеса. А для ИП и самозанятых вводится льготный период на два года, когда они полностью будут освобождены от уплаты налогов. А вот для нефтяников увеличится НДПИ, чтобы сохранить сборы с отрасли на уровне нынешнего года. Что касается газового сектора, то налоги остаются теми же. Придется поднять и такие косвенные налоги, как акцизы. Так, на табак они будут повышены почти на 10% по сравнению с тем, что было предусмотрено первоначально. Эксперты уже посчитали, что сигареты в России из-за этого могут подорожать на 20 рублей со следующего года. Бюджет Ненинского округа на 2017 год сохранит социальную направленность. Об этом глава региона Игорь Кошин заявил в ходе прямой линии, которая сегодня прошла в эфире радио Нарьинмар-ФМ. Глава региона рассказал о том, какие задачи ставит перед регионами федеральный центр, какая помощь будет оказана субъектам и о переходе на проектный метод работы. Кроме того, Игорь Кошин ответил на вопросы жителей округа. За 50 минут прямого эфира поступило 9 звонков от жителей Нарьинмара, Нельминого носа, Лабожского и других населенных пунктов. Жизнь в современных экономических условиях диктует свои правила. Из-за падения нефтяных котировок недополучают средства и федеральный бюджет в целом, и бюджет Ненинского округа в частности. Поэтому сценарий финансового обеспечения корректируется с учетом поступающих доходов. Ненинский округ вынужден брать кредиты. На сегодняшний день госдолг региона составляет 4 миллиарда 100 миллионов рублей. Между тем регион планирует привлечь еще один коммерческий кредит. По итогам кредитного аукциона право на предоставление региону денежных средств выиграл Сбербанк России со ставкой 10,35%. Кредит в размере 200 миллионов рублей станет последним в этом году. Если говорить про 2004-2005 год, бюджет округа был 4 миллиарда рублей. Сегодня он по расходам 19 миллиардов рублей. Вот и вся жизнь. Другого, к сожалению, здесь нет. Зарплата в 2004 году была 10 тысяч рублей. Сегодня зарплата совершенно другая. Если взять опять же 2005 год, весь бюджет был порядка 5 миллиардов рублей, то сегодня мы на образование, спорт и культуру тратим гораздо большую сумму, нежели 5 миллиардов рублей. На здравоохранение и соцзащиту мы сегодня тратим 4,5 миллиарда рублей. И это тоже факт. На сегодняшний день в условиях дефицита окружного бюджета мы умудряемся впервые за не один десяток лет обновить воздушные суда в нашем авиаотряде. Вот 30 сентября был юбилей, вот 30 сентября наши авиаторы пригнали новый вертолёт. Это же здорово. С 14 числа, вот сегодня Валерий Евгеньевич Остапчук, генеральный директор авиаотряда, докладывал, что с 14 числа он уже полетит и начнёт работать. Понимаете, мы были в НИСИ, прилетает самолёт ТВС-2МС. Он летит быстрее, комфортнее. Спрашиваю жителей, лучше самолёт, хуже. Значит, изменилось что-то. Он говорит, впервые из самолёта выходят люди без пакетиков. Понимаете, вот это же важно. Мы забрали в собственность Нинецкого автономного округа Наримарский торговый порт. Вы все видите, в каком состоянии он на сегодняшний день находится. Приводим его потихонечку в порядок. Сложно, на это требуются огромные финансовые ресурсы. Понимаете, но если вся наша материально-техническая база рухнула. Понимаете, если Дом культуры в посёлке Искатель имели по 2-3 миллиарда денег на счетах, мы не могли построить Дом культуры в посёлке Искатель. Понимаете, вместо этого строили объекты, которые стоят сотни миллионов рублей на количество учеников в 2-3 раза превышающие потребности. Если мы строим очистные сооружения, но при этом забываем построить сети. Хотя, ну, второкласснику, понятно, изначально необходимо строить сети, а дальше уже очистные сооружения, ну и так далее и тому подобное. В округе построен завод Заполярье. Это позволит активизировать жилищное строительство в следующем году. Уже сегодня его продукция востребована на строительстве детского сада на авиаторов. Есть заказ и настрой материалы для строительства школы в том же микрорайоне. Кроме того, будет скорректирована проектно-сметная документация по строительству школы в посёлке Искатели с тем, чтобы использовать возможности завода. Несмотря на все сложности с бюджетом, в казне 2017 года будут предусмотрены средства на жилищное строительство. Игорь Кошин отметил, что бюджет следующего года будет непростым, но, несмотря на это, он сохранит социальную направленность. Четыре пятых расходов окружного бюджета, это, ну даже чуть больше, это непосредственно образование, это здравоохранение, это социальная защита, это компенсации на тепло, на свет, транспортные компенсации, то есть вся эта сфера ЖКХ, и расходы на гос-муниципальное управление. И небольшая, малая часть на жилищное строительство, на подготовку территории под строительство, содержание автомобильных дорог и так далее. Потому что мы ещё находимся в 600-м указе президента, мы должны продолжать сносить ветхое аварийное жильё, и жилищную проблему мы будем решать, как бы сложно нам это бы не приходилось. Поэтому бюджет в любом случае социальный. Бюджеты сегодня у всех территорий очень сложные. И, безусловно, в первую очередь принципы адресности. Вы знаете, когда мне периодически говорят, что кто-то на очень дорогих иномарках приезжает, получает ежемесячно какое-то пособие на ребёнка, ну, наверное, это не очень правильно. Но кто действительно нуждается, у кого нет возможности, а мы первым вопросом касались проблематики трудоустройства, у кого нет возможности и нет высокооплачиваемого рабочего места, конечно, бюджет должен помогать. Но я хочу опять же сделать акцент на том, что основная обязанность по воспитанию детей, она принадлежит, конечно же, родителям. Государство должно помогать и создавать возможности. В рамках прямого эфира жители округа подняли и вопросы трудоустройства. На сегодняшний день на бирже труда состоят 519 официально безработных. В свою очередь, Центр занятости предлагает 590 вакансий. Понятно, что там есть вакансии, связанные с узким профилем. Это так называемые врачебные вакансии. Но есть и многие другие. И я до сих пор пытаюсь разобраться, почему у нас эти вакансии не заняты, которые предоставляются. Отчасти есть нежелание работодателей брать каких-либо специалистов. Но отчасти есть и нежелание желающих получить работу, устроиться по той либо иной специальности. Поэтому вот этот баланс нам очень сложно свести. Но на сегодняшний день вакансии есть. И вакансии реальные. Игорь Кошин отметил, что на различных объектах трудится много приезжих граждан. В пример, глава региона привел ситуацию в Нижней Пёше. Там на строительстве школы из 33 строителей работают всего трое местных жителей. Желающих работать из местного населения немного. И это факт. С начала года от нефтяников получено порядка 200 вакансий. А трудоустроено только 60 человек. Развеять слухи главу региона в ходе прямой линии попросили работники детского сада «Гнездышко». По словам Ольги, которая дозвонилась в эфир, в детском саду собираются сокращать климатические надбавки с 80 до 50%. У нас на сегодняшний день ситуация в следующем. Окружные все получают 80, по федеральным у нас получается, некоторые получают 50. Ну, потому что они руководятся своими, в принципе. Вот мы ничего планировать, менять не собираемся. Я вам больше скажу, у нас даже не обсуждался нигде изменение вот этих северных районных климатических коэффициентов. Поэтому для меня это новость, но буду знать. Слухами в прямом эфире поделились и работники Наринмарского АТП, мол, предприятия хотят кому-то отдать. Игорь Кошин пообещал обратиться с этим вопросом к мэру города, в чем видение и находится АТП. Кроме того, Игорь Кошин взял на контроль и вопрос с освещением новой дороги на авиаторов. Валентина Излабужского обратилась к главе региона с вопросом о газификации населенного пункта. На сегодняшний день у нас подписано соглашение с «Газпромом», есть общая схема газификации. И сегодня смотрим по финансовым возможностям «Газпрома», и по финансовым возможностям нашим, и по финансовым возможностям населения. Готово ли население по тем ценам, которые в итоге получаются, за этот газ платить? И кто должен компенсировать эту разницу? Вот эту работу мы, как только мы эту работу завершим, мы доведем все эти цифры до населения, дальше вы будете принимать решение. Если вы готовы к этому, то значит мы будем дальше двигаться, потому что на сегодняшний день это миллиарды рублей. Вот в чем суть. И в любом случае за подключение населению придется платить. Поэтому это не бесплатное удовольствие, к моему большому сожалению. Поэтому мы на финишной прямой уже находимся, как только все эти расчеты, мы их официально публикуем, и дальше население будет принимать решение. Главная задача, которая стоит на сегодняшний день, отметил Игорь Кошин, в завершении прямой линии состоит в том, чтобы существующий рынок труда был занят местными жителями, а работодателям должны быть созданы равные условия. Кроме того, стоит задача по профессиональной подготовке кадров в местных учебных заведениях. На сегодняшний день учащиеся ПТУ осваивают профессию водителя трекола в планах обучения сварочному делу. На сегодняшний день для работы в тундре существует 7 тысяч рабочих мест. Округ должен получить там как минимум 2 тысячи. Здесь важна личная инициатива каждого жителя округа. Мария Владимирова, Вадим Носкин, Телеканал «Север». Ситуация с бюджетом региона остается напряженной. Ситуация с бюджетом региона остается напряженной. За минувшую неделю в окружную казну поступило 53,5 миллиона. Израсходовано порядка 382 миллионов рублей. Цифры традиционно на губернаторской планерке озвучил руководитель Департамента финансов Татьяна Лагвиненко. В том числе расходы на содержание казенных учреждений округа 39 миллионов 700. Расходы на содержание органов государственной власти 48,4%. Субсидии бюджетным учреждениям составили 152,7 миллиона рублей. В том числе на образование, культуру, спорт – 115,2. Травоохранение и соцзащита – 28,2 миллиона рублей. Подведомственное бюджетное учреждение Департамента региональной политики – 9,3 миллиона. Порядка четверть расходов за неделю – это социальные выплаты населению. Они составили 86 миллионов рублей. Кроме того, на минувшей неделе была оказана поддержка в форме субсидий юридическим лицам в размере 38 миллионов рублей. В том числе 25 миллионов субсидий на молоко, 10 миллионов на хлеб. Государственный долг на сегодня составляет 4 миллиарда 100 миллионов рублей. Предпринимателям Ненецкого округа предоставят необходимую инфраструктуру. Это станет возможным с открытием бизнес-инкубатора. Структура будет создана на базе Ненецкого лизинговой компании и завершит большую работу по формированию в регионе благоприятных условий для ведения бизнеса. Об этом на заседании администрации рассказала руководитель Департамента финансов Татьяна Лагвиненко. Главная задача создаваемого бизнес-инкубатора – всесторонняя поддержка начинающего предпринимателя. Это может быть юридическая, бухгалтерская, информационная помощь, а также предоставление помещений на льготных условиях оплаты. Зачастую именно расходы на аренду трудно потянуть начинающему бизнесмену. В данном случае у нас аренда предоставляется на три года для субъектов предприниматель с момента открытия. Первый год мы предполагаем 400 рублей стоимость одного метра, потом 600 и 800 в третий год, но это пока предварительно. Условия пользования услугами бизнес-инкубатора сегодня прорабатываются, а сама структура будет готова принять первых предпринимателей уже в ноябре. Как и кем принимаются в Ненинском округе нормативные акты узнали сегодня учащиеся третьей школы. Ученики социально-правового класса побывали на еженедельной планерке, заседании администрации и напрямую пообщались с губернатором региона. Необычные уроки организованы в рамках профориентации, которая помогает ученикам увидеть профессию изнутри. Так, ребята узнали, что планерка нужна для согласования действий всех органов власти и слаженной работы всех ведомств. На заседаниях администрации корректируются и дополняются постановления и законы, принимаемые на сессиях собраний депутатов. В процессе общения с Игорем Кошиным десятиклассники задавали свои вопросы. Они касались строительства нового здания школы номер 3, питания в школьных столовых, проезда в общественном транспорте и финансовом положении округа. В конце встречи ученики пригласили губернатора на уроки права и общества знания. Также десятиклассников в рамках уроков профориентации ждут экскурсии в прокуратуру и окружной суд. Зеленое омоложение Новые саженцы вместо Старых Ив на улице Смедовича провели озеленение. Новые саженцы вместо Старых Ив на улице Смедовича провели озеленение. Такое зеленое омоложение пешеходного пространства произошло благодаря проекту «Чистого города» и неравнодушным жителям округа. В озеленении улицы Смедовича приняли участие более десяти горожан. Благодаря совместной с предприятием «Чистый город работе» в самом сердце города теперь растут 11 новых деревьев. Были посажены, как вы видите, лиственницы, елочки и одна березка. Была заказана специальная техника, в которую мы загружали эти саженцы. Забирали мы их под электросетями в пяти метрах от столба, в одну сторону и в другую. Это доступно. Выгружали все люди, прям по три человека, потому что земляной ком довольно большой был. Мы старались в этом году, чтобы приживаемость была больше у этих деревьев, большой ком брать. Прямо вместе с землей их родной. После посадки деревьев производился полив в обязательном порядке. Для наших северных условий полив деревьев составляет 80-100 литров на одно дерево. Да, это довольно крупные цифры. Прежде чем высадить саженцы, сотрудникам «Чистого города» предстояло выполнить большой объем работы. Выкорчевывание пней, ликвидация старых и больных деревьев, восстановление почвенного слоя газонов, согласно агротехническим требованиям. Количество завезенного торфа на Арбас составило 138 кубических метров. Все работы производились согласно проекту озеленения и благоустройства улицы Смедовича организации «Рубус», который был разработан в 2014 году. Работа по озеленению продолжается. Помимо деревьев, на улице Смедовича в дальнейшем будут высажены кустарники, шиповник и смородина. Посадки закончатся до первых заморозков. Работы будут вестись и на следующий год. Зима в России будет холодной в центре и теплой на севере. Такой прогноз озвучила заведующая лабораторией Гидромедцентра России Людмила Паршина. Причем наступление зимы в Центральной России произойдет раньше обычного. Если в последние годы декабрь в Центральной России можно было смело назвать осенним месяцем, то в этом году с середины декабря уже установится настоящая зимняя погода. Напротив, мягче начало зимы будет для тех, кто закален холодами – жителей севера Урала и Красноярского края Ямало-Ненецкого округа Таймыра. Холодной в этом году выдалась и осень для Центрального округа России. На этой неделе в средней полосе ночная температура будет держаться около 0 градусов, днем – плюс 2 градуса, преимущественно без осадков. В северных областях температура днем будет держаться в пределах 2-7 градусов тепла. В Бурманской области пройдет дождь, в Архангельской области и Ненецком округе – дождь с мокрым снегом. Такова была информационная картина дня. Увидеть новости вы можете также и на нашем сайте адрес trksever.ru. Далее смотрите прогноз погоды. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова